В третьем лицее по расписанию веселые старты для поддержания физической формы и командного духа. Повышенная подвижность и крики радости на площадке, в отличие от школьных классов, только приветствуются. Мне, если честно, в лагере сильно хорошо. У меня тут друзья, играю, и мне очень нравится. А что тебе больше всего нравится? Веселые старты. О, скоро моя очередь. Лусь, давай! 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 Десятилетний Миша – участник второй смены лагеря дневного пребывания. Всего 110 учеников коротают свободное время в родной школе. А вот четвероклассница Женя предпочитает активным играм творчества, но со спортивным уклоном. Мелом на асфальте она рисует российский триколор в поддержку сборной по футболу. Мы гордимся нашей страной, нашей командой. Мы решили поддержать наших футболистов и нарисовали флаг России. В самой школе открыли цех по производству футбольной атрибутики. Все необходимое для настоящего болельщика ребята делают собственными руками. Каждый год для наших ребят мы придумываем что-нибудь новое. В этом году, так как у нас проходит чемпионат мира по футболу, мы обратились к этой тематике. И у нас очень много разных игр и мероприятий связано с этой темой. Мы отправляемся в виртуальные экскурсии по странам футбола. А помогают нам в этом наши ребята, которые работают волонтерами на чемпионате мира по футболу. Неудивительно, что желающих попасть в лагерь хоть отбавляю. Но те, кому это все же не удалось, не остались за бортом активной жизни. При школе днем и вечером работают тематические площадки. Это наш любимый уголок. Мы называем его фонтан желаний. Здесь можно посидеть, отдохнуть. Для моторики еще у нас очень такая интересная вещь. Дети здесь любят находиться, потому что вода. У нас фонтан такой похожий. У них ассоциация с медузой, с космической. И здесь достаточно часто бывает очередь. Зарядиться энергией и разрядиться эмоционально. Есть в лицее и комната психологической поддержки. Сейчас, к примеру, арт-терапия. Ребятам постарше расслабляться некогда. Они участники другой программы летней занятости. Девочки, сегодня ваша задача – убрать, вытереть откосы, вытереть решеточки на окнах, убрать паутину. А ты, Андрей, будешь сыграть. Работа может и пыльная, но прибыльная. За труды подрастающие поколения получают от 3 до 7 тысяч рублей. Андрею Панкратову 17 лет. Через год планируют поступать в автошколу. Деньги на обучение начинает зарабатывать уже сейчас. Первое – это то, что идет рабочий стаж в трудовую книгу. А второе – это накопить на обучение в автошколе. 16-летняя Елизавета Григоращенко перед выбором – продолжать учиться на юриста или пойти в медики. Работа в стоматологической поликлинике позволяет хоть одним глазком взглянуть на будущую профессию. Я хотела устроиться всегда на такую работу, потому что мне нравится медицина. Я хотела быть ближе к медицине всегда. И мне предложили вакансию, и я согласилась. Всего же в Сочи для подростков было создано 720 временных рабочих мест практически во всех сферах. Заработать первые деньги смогли ребята от 14 до 18 лет. В основном, конечно, трудовые договоры заключались с детьми, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Да и в целом, программе летней занятости – основной упор на эту категорию. Традиционно у нас есть такая форма отдыха, как предоставление путевок краевых для детей, проживающих на территории муниципалитетов. В этом году особое внимание в этой программе уделено именно детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Путевки выдаются детям, которые живут в многодетных семьях. Это путевки для детей инвалидов и путевки для детей-сирот. Для остальных – бонус в виде 50-процентной компенсации стоимости путевки в санаторий или лагерь. В распоряжении детей – 16 здравниц, два палаточных лагеря. Взобновили свою работу летом и площадки нашего двора. Их на курорте – 146. По данным городской администрации, порядка 98% юных сочинцев проведут жаркий месяц с пользой. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».